Доброе утро, ребята! У меня здесь музыка! Уху! Ой, сейчас я вам объясню все, что здесь. Надоел мне эта песня, она у меня еще на плеере. И я на тренировках тоже под эту музыку. У меня сегодня пятница, очень загруженная. У меня сейчас уборка. Я убралась на втором этаже. И сейчас убираюсь на первом этаже. И у меня разрядился пылесос. Я его поставила заряжаться. И пока он заряжается, я протру пыль. В общем, поубираю вещи все на свои места. Разобрала полностью все пакеты, куча мусора. И да, как видите, на заднем плане нет матраса. Потому что здесь будет стоять стол, так как у нас будет много вечера. И мы будем кушать здесь за столом. А спать родители мы положим здесь, в нашей студии. Здесь я тоже поубиралась, перетащила сюда матрас. Но он настолько огромный, этот матрас, что он не помещается. Нужно просто эту вешалку убирать. Иначе колесики упираются в матрас, и я не могу его ровненько поставить. Так что сейчас я этим и займусь. Я приехал делать фотографию для... По-русски. Короче, французская называется. В общем, я думал, это выйдет все по-другому. Мы в какую-то контору пришли, и тут сейчас надо делать фотографии. Он марты сделал только что. В общем, ты должен прийти своей рубашкой. Тебе дают кралстук, и ты делаешь. В общем, такая вот будет у меня фотка сейчас. Вот такая вот, именно вот такая. Короче, прикольно. Все, привет. Привет, красавчик. Я вернулся. Рассказывай, красавчик, почему ты такой красавчик сегодня. Я же все рассказал. А, ты же все рассказал. Молодец. Все, сфоткались там. Там такая контора вообще. Я думал, там все как-то должно быть так торжественно. Зашел в класс, сен? Там комнатка такая. Какая класс, отдельное здание. Ну, типа, знаешь. Парикмахерская очень такой дешевенькая. В отелье. Заходишь туда, там маленькое помещение, куча висит всяких. Освещение? Орла? Ну, Орла, там немного фотографий вот этого штука. Калаш? Калаш, называется. Там где, ну, все ученики, учителя. А, общая фотография. Ну, мне кажется, у меня какое-то есть имя. Ну, короче, на испанском она называется Орла. И не как по-русски. Вот, и куча этих хорлов висит. Там индивидуальные фотографии. Там заполняешь свои данные. Потом тебе говорят, заходите. Ты заходишь там, обычно в отелье, садишься. То есть я думал, как это, ну, не знаю. Я все это по-другому представлял. Короче, я говорю, садись вот так. Повернись вот так. Поверни вот так. Да, да. Все правильно, да? Перелывайся. В американских фильмах тоже там такое же положение. Да, потому нет, сапочка, тюбетейку, я не знаю, она тоже называется. С этой штучкой, знаешь? Ага. Ну, классно. Вот, и через две недели у меня это будет фотография индивидуальная, а общая уже в конце курса. Круто. Так что, молодец. Он у нас прогревал опять матрас, и я хочу заклеить. Ты что тут кайфующий? Не понимаю, я уже три раза ее отсюда выгоняла. Нет, бесполезно. Ну, я смотри, я положила под еще одеяло. А, ну, чтобы она не прокалывала. И она вообще подстричь. Смотри, она боится. Я ее гоняю. Она реализует себя. Какой я хорошая. Какой чудесный день. Какой чудесный день. Мы с Ваней решили пешочком пройтись, погулять. Нам нужно купить хлебушек, нам нужно купить подарочек. И... И поесть. И поесть, потому что сейчас уже четвертый час, три с копейками дня, мы ничего не ели. Я выпила только смузи и кофе. И все. И Ваня тоже кофе. Я как-то весь день не хотела. Сейчас прям чувствую, прям очень сильно захотела есть. Вот. А у нас Катя, в принципе, приготовила покушать. Но это уже мы... На ужин. На ужин, да. По-видим, сейчас прогуляемся и заодно поедим. Где-нибудь я какой-нибудь салатик закажу, покушаю. Ваня, я не знаю. Ваня бредит до гамбургера с луковыми кольцами. Короче, в Макдональдсе появился новый гамбургер с луковым кольцом. Я его один раз попробовал. Достаточно давно. Вот. Он мне очень понравился. Там соус очень вкусный. Вот. Так, я вот хочу его опять попробовать. Может, мне просто показалось. Показалось он таким вкусным. Ну, в общем, сегодня я буду есть гамбургер. Я гамбургер уже давно не ел. Ой, я не хочу. Нужно это. Исправить это положение. Я, кстати, иду без куртки в одном свитере, потому что очень тепло. И мне показалось, что свитера больше, чем достаточно. Очень тепло. И ты молодец. Сколько? 23 градуса. 23 градуса. Ты уже глюнь молодец. Да, я молодец. Я в белых штанах. Я очень-очень по-весеннему одета. Потому что у нас уже тепло. Потому что у нас уже тепло. Я жду не дождись, когда у нас уже будут зеленые деревья. У нас единственное. Утром холодно. И вечером холодно. Днем жарко. А вечером опять холодно. Это такая погода самая ужасная. В самом деле. Это точно. У нас тут антиквариат продается. Надо? Антиквариат. Не, я не люблю антиквариат. Не знаю, может это с возрастом приходит. На распродаже и закрываются. Ну, сколько они уже лет делают распродажи. Ну, как все продадут, так и закроют. Все, мы заказали. Катя взяла себе салат «Цезарь». Я себе взял салат. Этот гамбургер. С луковыми кольцами. И еще там вот маленький куриный. «Макбайтс». Вроде так и называется, не знаю. И взял кока-колу. Ну, раз такая пенка, можно и кока-колу. Правильно? Нет? Зато я удержался. Я не взял картошку «Делюкс», а взял салат. Это очень хорошо. Я после салатика плачу. Что ты после салатика? Кофе хочешь? Сколько можно пить кофе, Катя? Задаются все таким вопросом. Ну, где то, что я же пью молоко с кофе. Там кофе вот такая, то есть у меня одна чашка экспрессо. Получается, они из трех приемов моих приемов с молоком. Если бы так сделать. Угу. Оно выбирает мне аппетит, и я после него очень долго не хочу. Ладно, все, всем приятного аппетита, мы будем это кушать. Катя выбирает себе чемодан для поездок. Нет, да. Вообще, у меня была идея еще и вот этот взять. Смотри, какой класс. Вообще шикарно. А с ним... Это розовый, посмотри какой. Мстители. О, на тебя похоже. О, это вот, это марка Киплинг. Или Кайплинг. А этот что? Здесь с сумкой такой вот идет. Глория. Сейчас упадет. Ты чего? Буянишь. Давай, я помогу. Все, короче, я ничего не буду трогать. Все падает. Как тебе это как-то надо. Ну, не знаю. Как будто змея. Я змея рыжая. Да, ладно. Я змея рыжая. Я змея рыжая. Ребята, смотрите, какую мы крутую штуку нашли. Я еще таких не видел. Да, я хочу такое. Короче, это на столе, на обычном столе рису? Или это не обычный стол? Это не обычный. А, это какой-то коврик. Да, на коврике рисуешь. И оно там отображается. Можно подменять цвет. А, заливки нет? Хочу заливки. Ты вырезала за край. Слушай, я такие штуки не видел. Да, ну давай какую купим. Как ты круто рисуешь. Это же можно анимации рисовать всякие. Ну, давай, начинай. Любовный. Круто? А то можно все теперь стереть. Вот, все зашифровало. А, так нельзя? О, можно двумя пальцами. Зай, а давай купим такой компьютер? Я серьезно. Давай. Силон стоит. 1649 евро. Смотри, у него есть 7. Что это значит? Мощность? Это тип процессора. Да, вот процессор. Как она работает? Ну, тут такая система. Установка, конечно, жесть. Зато детям как интересно рисовать. Какие дети? Мне интересно рисовать. Это как, знаешь, когда компьютер тебе подарили. Ну, я помню себя в детстве. И пайн. В пайнте. Да, и это было самое интересное занятие рисовать в пайнте. Потому что там можно стирать. И интернета еще пока не было. Ага. Или, блин, он был дорогой, и его не разрешали. У меня очень много лет был компьютер без интернета. Поэтому я знаю, что такое пайн. Так, я загуглил. И теперь я знаю, как называется эта шапочка. Это квадратная академическая шапочка. С кисточкой. С кисточкой. Все намного проще, чем я думал. Я думал, у нее есть какое-то определенное название. Это просто набор слов. Вообще ничего не придумали. Да, то есть можно было какое-то отдельное слово придумать. Там, я не знаю, шапка-тюбетинка, шапка-умника. А без шапки? Умничка. Головомучень-мничка. Тупичечка. Тюбетейка. Они хотят суть тюбетейку. Ну да, тюбетейка. Ну, вы знаете. Ну не знаю, похоже, кстати. Она похожа. Тюбетейка, она также надевается. Просто у академической шапки там еще такой, типа защита, типа зонтика. Извините, зачем-то кизлечка свисает. Но мы прочитали Википедию, мы теперь все знаем. Для чего и почему. И вообще откуда она произошла. Если вам интересно, почитайте. Википедия спасет. Википедия всех спасет. Мы, кстати, вернулись домой. Занесли подарки. Да, занесли подарки. Купили хлебушек. И две меренги взяли. Меренги шпарузские тоже меренги? Меренги, да. Вот две штуки взяли. Они огромные. Они огромные. Все? Все? Вкусно? Да. Какая-то есть банан. Как называется шапочка? Академическая квадратная с кисточкой. Все перепутала. Квадратная шапочка. Нет. Академическая шапочка. Квадратной формы с кисточкой. Нет, все. Квадратная академическая шапочка с кисточкой. да я теперь буду ходить и всем говорить а ты знаешь как она называется нет а ты тупой а я знаю вот только если одного слова не будет хватать человек сразу автоматически записывать я уже потихоньку накрываю на стол сервировку делаю вот что вот так вот у нас выглядит сегодня праздничный стол потому что когда мои родители приезжают в гости это праздник для меня по крайней мере вот и подарки да мы купили маме подарок на 8 марта мы купили ей платочек от толст и папе мы купили подарим подарим на 23 февраля хоть праздник уже прошел но подарки дарить никогда не поздно подарки готовы и диме мы ничего не купили мы завтра скорее всего пойдем покупать ему костюм потому что у него нет костюма он нужен то что на свадьба скоро и вообще у парня мальчика должен быть костюмчик строгий я сделала кофе но я перекипятила молоко перегрела и теперь жду когда она немножко стынет потому что она очень горячее так что ваня ищет дырку в матрасе как успехи 1 может 1 1 и есть так ребят я здесь вышла в директ это уже как традиция чуть ли не каждый день но не каждый день это я конечно преувеличиваю но очень часто выхожу в директ стараюсь и вот все хотят попасть во влог так что снимаю вообще-то очень странно выглядит на самом деле и все начали писать привет сердечки разные так все ребятки тридцать когда пошла встречать мы наконец-то дождались родители мы поужинали сейчас уже час 21 и мы закончили играть в игры настольные так что уже все захотели спать кроме моей мамы но могут и не хочу спать все уже хотят спать маму не хочет ладно ребята всем спасибо что вы были сегодня с нами завтра суббота завтра новый день так что увидимся